Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вот он расскажет. Как ты понимаешь, как с тобой строго обходится? Нашел, да, нашел, где пожаловаться. Просто отец Макарин сам по себе такой. Он такой бесстрастный, вот он настоящий, на чем обитель держит. Нет, я грешный и страстный. Ты сам не веришь в это. Нет, не больше. Нет, а как раз отец Макарин незаменимый, он 10 лет уже служит, худо-бедно, утром и вечером каждый день поет. Мы-то в возгласе даем, а он хоть поет, но петь-то некому. Нет учтецов, самое главное, учтецов, певцов нет. И то он как бы на слух поет. Монашица-то никто не идет все уже. В 90-х годах, когда был такой всплеск, храмы открылись, люди пошли, монах им кто-то стал, кто-то удержался, кто-то сломался. Тяжело монаху быть в городе. Тем более в таком монастыре, где все молодые, начали становившись, в процессе строительства находимся. Пожарную машину. Пожарную машину я приобрел именно с Божьей помощью для того, чтобы отпугивать огонь. То есть, почему? Потому что огонь, он приближается туда, да, где люди зачастую, ну, не готовы к нему. А где люди готовы, да, туда огонь не лезет. Но так же, как грех. Там, где люди борются с грехом, да, он туда не может дойти. А те люди, которые дали слабинку, и грех пробрался, и получился, что получился у человека пожар. Вот здесь то же самое. Батюшка, ага, там один раз никого не придет, пошла. Ну, сейчас погнена, пока сейчас положим, что почитаем, что проведем, а там на утренний, там, как обычно, там посмотрим. Ага, понятно. Меня убивают, почему? Страстной, Великой Четвертой, никого нет. Утром Никита будет, утром будет. Да не нужен Никита, надо. Где Алексей, где? Мне не интересно. Где Алексей, где? Плавик, где? Поведешь? Поведу. Как говорится, что в монастырь приходит по трем причинам. Первая причина, по большому любви к Господу, к моему позору. Я не могу, что и по такой причине. Вторая причина, это по обету. По обету, например, на волосном... Там папа и мама не давали обет. Вот, и что-то там... Они же и сезон нашли, они монастырь не шли. Или сезонно там, или как-то вот. И еще третья причина, это избежать жительских бурь. Значит, по этой причине тоже может проходить монастырь. Святойцы-то говорят. Все причины, они отводят, если ты по каким-то другим причинам, кроме спасения, приходишь. Если Господь дает какое-то время, чтобы человек определился, может он поменяться. Если он не меняется, если он просто как бы скрывается, действительно, как в свое время было, 90-е года, да, люди, многие убегали. То есть, может человек спрятаться, вот, казалось бы, в монастыре, от каких-то своих злодеяний. А монастырская жизнь, наверное, выдавливает. В миру, как сейчас там происходят такие конфликты, а вот здесь в монастыре, как в подводной лодке, как в танке, когда вот все вместе. Нужно потерпеть скорби, слабости друг друга, и вот смиряться, любить, и, как говорится, прощать, и все это вот приходится. Только так. А если есть свое большое мнение, что я там, как говорится, лучше, я старше, я больше, я умнее, ничего не получится. Не каждый принимает монастырь, особенно здесь, на севере. Если в средней полосе еще как-то можно, там бывает по 10 романахов, а здесь вот за все это время, вот у нас как бы было шесть человек, так и осталось. Да вот даже год-полтора назад такая статистика, что, наоборот, идет отток из монастырей. С чем это связано, неизвестно. У нас просто епархия молодая, она в 2005 году возникла тогда. Возрождение, это слово можно применить только тогда, когда монастырь уже был. То есть, получается, монастырь был в 1589 году, он был разорен, его перенесли в Колу, а вот там уже был упразднен при Екатерине. И получается же, первое возрождение, это вот Соловецкое Братья возродило. Ну да, может быть, мы, скажем так, мы должны начать с нуля. Монастырь бралось столько людей строить, и тоже не могли. Столько желающих было. А как, жили в сарае, жили в сарае, до этого в сарае жили, да? И тут Господь дал, вот, пожалуйста. У нас контингент очень сложный. Так же, как сложный климат, здесь очень сложно в Мурманске. И поэтому здесь надо иметь особенный характер и особенный дух. Видите, нам приходится это все, вот это вот, все хозяйство делать с таким трудом. Ну, потому что здесь люди временщики. Потому что все люди здесь приезжие, и они говорят, а вот у нас на Украине храм есть, и вот мы там будем умирать, и вот мы там, что здесь мы будем помогать? Мы там помогаем церкви. Ну, типа вот такие мысли, понимаете? Приходится временем показывать людям, что да нет, в жизни все бывает наоборот. Вот это напротив, вот оттуда где-то снимали. А вот, не знаю, года два назад. Вот еще забора нет, нет еще надуратного храма. Вот он стоит, в лесах. Я сам приехал из монастыря Оптяной пустыни. Вот я за четыре года потерял сердце, потерял здоровье, пока я стал его строить. Мы в такое время живем, другой потфор такой для человека, понимаете? Именно вот в такое время жить, и вот так вот еще заниматься, и сохранять веру. То есть, именно сохранять тем, что есть желание молиться, есть желание служить Богу. Не то, что с ленцой, да? А именно желание. Да, вегетарение, ревушка. То есть, вот эта вот поговорка, что вот надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка, я вам скажу, что это не главное. То есть, даже если вы посадили, даже вы это сделали, и все. А что дальше? Смысл? Вы должны разобраться, что вы делаете и для чего. Для чего дерево, да. Сын вырастет, дерево спилит. Для чего строить? Вот вопрос. Если мы думаем построить внутри храм, внутри своего сердца, да, и начать этот дом, который Бог дал, уже построен, уже в нас, да, а мы должны только начать, подметать его, хотя бы подметать. Вот это здесь вопрос. Зачем человек вообще живет? Вот зачем? То есть, чтобы себя приготовить к вечной жизни. К вечной жизни. То есть, значит, вопрос сам с собой отпадает, что построишь ты дом, родишь ты ребенка, не родишь, посадишь ты дерево. Это не главное. Не для всех. Ну вот, малый храм нашел. Просто мне как-то в голову дарило, что-то сохранить по истории монастыря. Ходил, щелкал. Вот вся наша жизнь. Когда появились мыльницы цифровые, просто начал, потом все захотелось больше и больше. Там что-нибудь щелкнул, там щелкнул. Так у нас многие батюшки фотографируют, есть что посмотреть. У многих батюшков фотоаппарат есть. Это было перед Новым годом. Мы служили в сеночное обдение в субботу. Закончили службу. Что-то я такое чувствую, запах не тот. И забегает Иван, говорит, у нас пожар. Ну, приехали пожарные местные, у них воды не так много, они начали поливать соседнее здание. А когда приехало две машины из-за Полярного, уже крыша рухнула вниз. В общем, так все и сгорело. Мы стояли, ждали, когда смотрели. Так сложно было. Ну, вот, так сказать, вот что было, что сгорело. Немножко огородили, так, чтобы не ходить. Это, конечно, здание, ну, как сказать, святы, не замолено место. Все, что здесь сделано, по большому счету, все сделано все-таки при монастыре. До революции, в каждом. Ну, когда в монастыре восстановился, последний раз. В 88-м году я пришла работать в музей. Да, мне директор областного музея сказал, а, Петчинга – это монастырь. Понимаете? Все. Казалось бы, все на поверхности, не тут-то было. Когда поглубже я вникла в это все, оказалось, что все вывезено, ничего нет. Только вот в областном музее, по крупицам буквально, я все это изучила, а потом сказала директору так, надо учить финский язык и ехать в Финляндию, что я и проделала. И в течение многих лет я работала в архивах Норвегии и Финляндии. Вот она, Петчинга. Горные егери входят в Петчингу, и вот здесь как раз звонница, колокола здесь были, огромного веса, подарены царской семьей. На одном была она отписи от Петра I, а это рождественский храм. Здесь, кстати, был на освящении часовни Рождества Христов Сергей Ильич Витте вместе с Саввой Ивановичем Мамонтовым. И потом Мамонтов, как раз пораженный красотами Севера, финансировал поездку корови Носерова сюда. А вот здесь, видите, еще из переписки Ивана Грозного с английской королевой Елизаветы, в которой как раз упоминается наш монастырь. Вот самый первый постриг был в 99-м году, и только я от него остался в монастырях. Ну, попозже чуть-чуть, отец Герасим, отец Дамьян, они чуть попозже года на два появились. Да, у нас молодой коллектив есть, так можно выразиться. Мой путь. Я занимался с детства боевыми искусствами, и тоже на фоне Шаолини, буддийские монахи. Я мечтал в детстве уйти в буддийский монастырь, поехать в Китай, в буддийский монах. Но потом, когда уже подрастал, уже понимал, что какой мне в Китае, мне никуда уехать-то невозможно. Но все равно как-то отгорелось, хотелось монашеской жизни, именно монашеской что-то. Я тогда не понимал, что там христианство, христианство или еще что-нибудь. Просто именно приблизиться к образу жизни монашеской. Я так вот, с такими мыслями пришел к храму. «Отхвати кусок побольше». Вот реклама такая. «Приятно экономить», а там «Отхвати кусок побольше». Такие циничные плакатки. «Наследие цивилизации», «Современный мир». Кинотеатр был раньше. Сейчас из любого культурного учреждения сделали маркет или базар какой-то. В детстве любили сюда бегать. Кинотеатр «Мир» был. Да, вот тут вот. А так город небольшой. Так я здесь жил и работал. Отец учитель, мама врач. Средняя интеллигенция. У нас служба в 7 начинается. Если готовиться, надо 5 часов вставать уже, читать правила. Отец в Макарине спит. Он безотказанно на него все вешает. И рабочим, как бы шутка. Все, весь кадр испорчен. Так лицо еще только вот так вот. Или с котом в руках. Отец Макарий, интересно, пришел в монастырь, приехал просто потрудиться. Говорит, я на 2 месяца приехал. В основном, интересно, это все те, кто, собственно, думает, что они не останутся. Не, ну, я шел осознанно. Почему-то после крещения была такая уверенность, что я все равно в монастырь приду. Рано или поздно, но приду и, в принципе... Просто на самом деле даже подвиг, вот нормальная христианская семья, это же церковь домашняя. Ты такая большая ответственность, чтобы воспитать детей. Я понял, что это просто не для меня, потому что настолько неорганизованный, настолько неаккуратный человек, что это вот легче вот так вот. Тут за себя просто отвечаешь за свою судьбу, а там ты отвечаешь за супругу, за детей. Мне кажется, вот нормальным православным христианам в миру быть намного сложнее, чем монах. Ну, я в 99-м году пришел, и в этом же году я уже стал монахом, и в этом же году уже стал священником. И меня в 2003 году назначили исполняющим обязанности наместника в монастыре и настоятеля на подворье. Он меня вызвал к себе, владыка. Что-то такое пишет, такую бумагу мне просовывают, ну, читаю пока, и сам дальше пишет. Я думаю, что там написано, интересно. Я читаю, там написано, меня назначить там таким-то, таким-то. Я говорю, не, владыка, я не справлюсь. Ну, ничего, с Божьей помощью справишься. То есть отказаться было бесполезно. Для меня это было тоже шоком. Ну, вичем дело, мы уже господни, мы уже не свои. Вот так вот получается, все, теперь мы на Господа работаем. То есть я вот грешный, страстный, а вот все равно кому-то надо говорить слова. Монахов сейчас уже практически очень далеки от тех монах, которые были раньше. Планку очень снизили, но мы не должны, как говорится, печалиться. Господь нам дает, надо ее поднимать. Читать Слово Божие. Есть там и про отвержение себя. Еще каждый верующий должен обновлять свое мировоззрение. Как говорится, что у человека в голове, так он и жить будет. И поэтому работа над обновлением своего мировоззрения – важная часть. Немножко история античной литературы. Античность в переводе на русский язык означает древнее. Но почему русскую литературу связывают именно с греческой? Потому что от греческой античной литературы к нам пришло образование через литературу, учительство. Кстати, русская литература очень сильно восприняла вот эту учительскую функцию литературы. Она очень учительская литература. Но мы с верой, да, по это приняли? Ну, конечно, да. У нас она была очень проникнута, конечно, христианскими, в своем возникновении христианскими идеями. Собственно говоря, любое искусство – тоска по Богу. Это уже результат ухода от Бога. Тоска по Богу. И поэтому хорошая литература настолько хороша, насколько она приближается поистине своих Библии. Она очень грамотный человек. Она даже передачу по русскому языку вела на нашем областном телевидении. Она в школе отработала, всю жизнь русскую литературу преподавала. Она даже для батюшек иногда сочинения пишет в семинаре, чтобы это не приезжать. Еще недовольны, чтобы ваше четверку получили. Вот. Меня попросили, чтобы она приходила, потому что речь наша, как вы видите, вот, ну, не знаю, где запятые ставить. Не знаю, как правильно слова писать. Вот надо как-то воспоминять пробел. Научимся русскому языку правильно писать, читать, а потом будем о великом чуть-чуть говорить, о патриотизме. До меня, который был, наместник, там очень много беглых солдат, отсиживалось, якобы под эгидой того, что якобы они там самоубийством жизнь заканчивать хотели. Ну, все это было так. Неправильно, в принципе. Многие через месяцок там уже себя вели так, как будто они не в монастыре, а там. А вот, когда меня назначили, я перестал их принимать, и все, само собой, эта проблема, вопрос отпал. Никому надо было самоубийством закончить, что-то заканчивало, даже, независимо от монастыря. Ну, не знаю, то есть, вот, духовная причина, возможно, здание уже просто не выдержало такой нагрузки. Ну, потому что там творились, на самом деле, беззаконие. Там солдаты матерились, там, все, что угодно происходило. Монастыри они... Ну, этот же пожар, он же и, скажем так, подвиг к строительству монастыря. Сколько мы еще так бы существовали, неизвестно. Как-то люди думают, да, что на церковь уже не надо, церковь сама там все богаты, все бизнесмены. Так, ну, это люди как-то ищут себе оправдания, что вот они попы жирные на машинах едут, значит, все, Бога нет, все это. На самом деле, такой вот, скажите, Лукаш, такой вот. И самое главное, что мы еще как-то можем... И, может, да, и, может, мы можем сравнить, потому что мы и так, и так жили. Вот, я даже если вижу батюшка, я вот его знаю, хоть он на вертолете будет летать, я просто знаю его труд и знаю, что, почему он. Для него эта машина может как будто выявить в осуждение. Он даже на Жигуле будет есть, и все равно будет осуждать. Будет найдут, там, скажут, ну, что же за поп-то на Жигулях едет, за что он там не может заработать себе на машину. Многие так и есть, там, смотрят, поп есть на дешевую, значит, плохой поп, у него приход такой. То есть, человек вот всегда будет осуждать, какой бы ты ни был, там, толстый, худой, высокий, короткий, там, у этого борода заросла, у этого бороды вообще нет. Да, человеческая греховность, она в любой повод возьмет, чтобы и осудить, и оскорбить. Она найдет, то есть, лишь бы самому не делать. Пожалуйста, плохой поп, приди, ты ребенку там что-нибудь сделай. У нас женщина приходит, она в хосписе работает, вот, действительно, вот, нам по сравнению с ней даже и говорить нечего, милосердие, а что это вот, потому что человек, вот, видно, настолько тяжело, настолько вот, больная тема. Елизавета Ансевер говорит, давай батюшку приведу поговорить. Нет, не надо, да что вы, я не хочу, не надо, мне попало. А как ему сказать, что Бог милосерд, да, когда вот это, вот у него внутренний такой, внутренний протест, там, почему я, там, люди, там, на машинах ездят, там, жрут, там, пьют, там, теряются, да, убиваются, они не болеют, а я болею, да. Да, вот как сказано в Писании, что кого люблю, того и наказую, то есть, наказание, Боже, это вот наша болезнь, ты лежишь и что-то не можешь сделать, ты больше молишься, как-то обдумаешь свои поступки, чем когда ты здоров бегаешь, у тебя все, голова. Тебе Бог не нужен, да, когда человек сын здоров, зачем Бог там. Это благо большое, что человек через страдания, вот он был некрещен, всю жизнь заболел, там, умирал за неделю, он говорит, позовите меня батюшку, я покрещусь, и совсем другой мир надходит. А есть люди, которые лежат, проклинают все и вся, и Бога, и все. Мы понимаем, что у нас цель спастись, а мирского человека цель прожить нормально, да, просто прожить, чтобы у тебя руки и ноги были, было что поесть. Я ушел в монастырь еще по такой причине, что я, в принципе, ну, такой человек, которого можно легко обмануть в обыденной жизни, если бы я там жил сам по себе, то я такой, ну, как говорится, лопух. Ну, вот именно в своей сфере меня уже сложно обмануть, допустим, человек приходит в монастырь, я уже не сомневаюсь, кто он такой, я знаю, зачем он пришел. В этом плане, да. Ну, а так вот, допустим, в Москве я поехал в семинарию сдавать очередной экзамен, я с собой взял деньги машину купить. Я нахожу по объявлению какую-то машину, в общем, я покупаю машину самую, что ни на есть паленую, там, номер перебит, вклеен, там, конструктор какой-то. Еду в Питер, останавливает гаишник, выламывает эту панельку, где номер, говорит, смотрите, эта машина ворованная, все. Я говорю, что делать, нас было трое, мы все были священники. Он говорит, вот, ничего, ничего не знаю, идите в милицию, документы направил, мы сидим в этой милиции, думаю, что ж такое за ерунда. Ну, как-то так, может, Господь там смиловался над нами. Нам выносит какую-то, документы у вас забираем, нам выносит какую-то справку, просто на бумажке, что машина там находится там-то. Я по этой справке доезжаю до Мурманска, то есть там даже никакой печати нет на этой справке. Мы из Питера выезжаем, нас на КПП останавливают, у вас документы какие-то есть, говорю, вот справка есть, ну-ка он на нее смотрит. И вы хотите с этой справкой доехать до Мурманска? Я говорю, хочу. Счастливого вам пути, помогай вам Бог. И так я доехал по бумажке, по этой. Вот так я купил машину. Поверил человек, хотя-то по большому счету проверить можно было бы. В принципе, это нормально, когда ты веришь всем. Это, конечно, одно из качеств любви, если так смотреть по апостольскому чтению, да, что любого нам всему верит, всему. Ну, если сейчас всему верят, то ты будешь, не знаю, будет какая-то несчастная любовь. Ну, в оригинале, да, вот так, будешь несчастным, будешь нищим, ну, ты будешь, как сказать, будешь нищим, но счастливым человеком. В трое Сергея Лавры приехали эти спонсоры. Машины такие хорошие, красивые, такие большие. Вот аудио такая большая, классическая. Один водитель ушел, а второй, значит, остался в машине. Там, значит, все разбежались куда-то, там, по диваму. И в это время у них такие крыши наклонные. Сейчас, вот, весной. Сначала все растает, а потом замерз. Короче, вот эти вот глыбы льда сходят и прямо на эти две крыши. Вот так вот. Вот так вот. Все промяли. Так у нас тоже самое. Этот жив остался. Парень, ему ничего, ничего с ним не было. А вот машина полностью, короче, вот эти вот все промяли крышу. Стекла все повылетали. А как он в это время уже не спал, да? А он в это время в машине не был. Не, вот так вот, я тоже говорю, Господь примирает, лишнее ничего нет, не будет. Нет границ милосердия. Любая машина на какую-то ездишь, любая машина. Вот 10 машин одну отдал. Опять же, это лишняя операция ребенка. Что можно говорить там? Как ты откупился просто, откупился. Я вот даю часть, поэтому у меня должно быть в жизни все хорошо. Господь же в течение меня столько возможностей посылает. Каждый человек молится, там, Господи, научи меня быть милосердным. Он думает, что милосердным ты идешь, идешь, и вдруг ощутил себя милосердным. На самом деле, это вон тебе просто пошли человека, бомжа, который у тебя на глазах ковыряется, ты можешь ему просто подойти, там, денежку дать самое простое. Многим проще даже деньги дать, чем просто дать помыться у себя там или накормить. Возможности для милости, миллиарды просто. Тебя там нахамили, тебя наругали, ты уже промолчал, уже вот. Ну, как правильно говорить, что бороться со злом. Бороться со злом – это просто не сделал ты зла, его уже в мире стало меньше. Не так, что ты пошел, там, кому-нибудь уста закрыл, там, или еще что-то сказал. Не говори зло, там, это. А человек раздражился, уже двойное зло. А если ты в себе зло уменьшаешь, то, наверное, в мире уменьшишь. Человек в миру себя не мог найти. И он начинает искать. Искать где, 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 где. И думает, пойду-ка я попу. Ты смотри, их всех уважают, все люди к ним тянутся. Вы понимаете, да? И человек идет, становится. Но каким? Вы понимаете? Вот вопрос. Раньше, чтобы стать священником, да, или стать послушником, нужно пройти было, какой искус? То есть, не обязательно молиться сутками, затворяться там. Поэтому даже в древних монастырях зачастую святые отцы наши не давали людям новоначальным молиться, чтобы они только пока испытали себя в труде. То есть, больше, то есть, на труд накладывали. Человек испытывался, он как в горниле. А сейчас этого нету. То есть, поэтому у нас вот такой бардак. Именно бардак в церкви. Бардак везде, понимаете? Бардак в людях. Потому что, говорит, так а что он, посмотрите, какой путь. Ну, и все. И люди, люди начинают отворачиваться. А человек однажды отвернулся. Попробуй потом его опять вернуть. Кому-то радостно, когда полный храм. Мне радостно, когда собираются люди, которые знают, зачем приходят. Видели, но службы-то не короткие. У нас с этим строго пришли, встали, и всю службу отстояли. Я считаю, монастырь не для всех. Человек заходит в храм, сводит. Что такое, все стоят и не шелохнутся, жутся, куда мы попали. Тут надо и креститься в один, и не так часто, и на каждой этой, Господи, помилуй. Там действительно есть устав о выжигании свечей, устав о поклонах. То есть, вот их немного. Потому что, пожалуйста, для русского человека приди в Кирю, делай много в тайне поклонов. А в храме не должно, потому что каждый поклон откликает от слова. Костоянно шебрушание. Придешь на Радоницу. На службу опоздал, приходишь, начинаешь по китам этим шуршать. На Богу, не твои батоны нужны, не твоя еда. Приди вовремя, помоли за родственников, потом оставь. У нас все православие, получается, в записках. Свечи. А свечи-то тоже раньше приносили, как они, во-первых, когда-то выжигаться должны, когда-то тушиться. Не так, что пришел, это моя свеча за Васю, это свеча за Петь. По концу суры пришла бабка, начинают свечи стать, их тушить надо. Нормальный священник, он скажет, что надо тушить. Оставьте, гораздо больше пользы будет, если ее зажигут вечером. Пришло время Евангелия, пришло время, открываются врата, их больше зажигается. Человек стоит, то есть не ты сам ставишь за кого-то. Это вот сейчас вот такое у нас. Сейчас на это просто так смотрят, действительно, заплатил деньги, ну и как хочешь так ставить. О таких вещах надо говорить, учить, а сейчас почему-то боятся, может, я не знаю, почему. Вот, например, у нас отец Демиан, он раньше ездил послушникам по многим монастырям, говорит, он на полях работал, я на службе стоял. У него фамилия еще, знаете, святой фамилии, вот. Да, и школе начался с такой фамилией. Там сейчас на том берегу хоть что-то построят. Килиберка, тоже село погибающее, вот там немножко там что-то будет. Столько сел было по побережью, было овецких колхозов. Все развалилось, как везде, люди бросают и уезжают. Я почему и переживаю, все вот хотят уехать, никто не хочет. Что в Умбии я очень люблю, там тоже молодые, перспективные люди, все уезжают. Тебе говорят, плохо, плохо. А кто будет делать лучше? Тебе хотят уехать где получше. Кто будет бороться со злом на местах, давайте смыкать. Вот поэтому такие остаются лопухи, типа нас. Братья уехало перед Великой Отечественной войной. В Финляндию в 40-х годах он перестал существовать, монастырь. Но там не только наши братья, там собрались братья с Валаамского монастыря, с Каневецкого и с нашего. Убежали от советской власти. Вот видимся, Луастари, 4 километра. Что такое Луастари? Это просто с финского названия. Если переводить с финского на русский, потому что многие названия достались финскими, это монастырь. Благодаря финскому периоду многие фотографии у нас имеются. В то время там уже было освещение дороги, электрическое. Было две машины. Был такой монах Пармен, где-то написано, что он автомонах, технический монах. По-моему, он из Норвегии по запчастям Форд привез, здесь его собрал. Есть фотография, он сидит за рулем. Никуда не скроешься от Сивидичок. Классик, скрывать и отрывать панели на ходу. Да, тебе только хлебом не корми, дай зеркало. Что, отрез, молодец, вот так это тебе говорю, лезешь в машину. Все, платить будешь неустойку. Взял, трещу, зеркало, отрез. Значит, там уже была треща. А, вот же треща. Все, отлично. Вот тот же монах Пармен, который, видите, за рулем машины. Вот строительство дороги. Видите, как они серьезно и строили. Причем, видите, фонари используются. Прокапывали глубоко очень глину, чтобы вода уходила. Вода уходила, получилось, что болота становились сенокосными лугами. Поэтому сейчас я покажу фотографию. Тридцать шестой год. Храм Рождества Христова. Вот его, Коностас. Видите, проводит какую-то службу в Литеране. Иконы, все на месте. Паникадила, ничего не было, украдено, никуда ничего не делось. Вот, собственно, по этой фотографии и нашли этот храм. Верника Александровна ходила с этой фотографией и нашла вот эту вот цопку на фотографии. Потом ее осенило. Так это же и есть храм Рождества Христова. Ну, в таком виде. Без Христова, без ничего. В таком виде. Монастырь жил очень такой насыщенной жизнью. Все архангельские губернаторы считали своим долгом посетить Трифонопеченскую обитель. И все оставили свои воспоминания. Почти всех губернаторов сопровождал известный в Архангельске фотограф Лейцингер. И Лейцингер оставил нам целое собрание исключительно по качеству фотографий. Что-то и был тот храм, который я вам показывал фотографии. Возможно, самый первый, который преподавал Трифону построил. Он даже в таком же виде восстановлен. Видите, сейчас тут такая вся раскрутится. Ну, я православие прошел очень сложно. У меня скорбный путь был. То есть такой не совсем ординарный. Потому что я много лет отсидел в тюрьме. Я лет 15 сидел в тюрьме. То есть поэтому я хулиганил очень сильно. А потом, так Бог дал, я в тюрьме пришел к Богу. И потом после тюрьмы я ушел сразу в монастырь. То есть без колебаний сразу. Когда пришел к Богу, 30. Мы сейчас идем на место, где все молятся преподаванному Трифону. Мы сейчас, получается, в храм мы идем. С куполами совсем другой вид. От начала не надо было копировать прошлое на эскизном проекте. Храм был небольшой. В то время сделали трех пристольных, что это была необходимость. А сейчас, ну, что к нам? А если у нас не будет столько человек? Вот здесь мы молимся. Попробуем. 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 вот видно относительно креста вот справа страны видно обвал правее пониже и перемена там пещера было он какое-то время укрывался жил спасительная потому что так называли что он там укрывался от тех которые нападали на него по поводу его проповеди все хотят чтобы вот вместо для спасения было сумочки вот сегодня я пойду там то не завтра зайду в магазин а по пути на 15 минут есть я пойду немножко христа потом приобрету дам денежку там это пусть не спасение 15 минут а за больше металл час я не могу стоять вот как можно опоздать на службу с богом чтобы человек боится опоздать на работу знаешь что ему деньгами или как-то лишат а с богом пожалуйста я приду на 15 минут он милости он поймет как можно просить что то есть о себе своих родственник когда ты просто знаешь что ты можешь прийти вовремя не приходишь да действительно вот мы ну практически всю свою жизнь отдаем суете словами верующего бесу и тут отдать но сколько три часа богу для нас это кажется да как когда господь же не требует он поймет поймет у меня семья дети это все понятно да потом дети вырастают перед смертью родителям кружку не могут воды подать и спрашиваю откуда ради ну как откуда самое тяжелое это грех и оправдание вот когда человек начнет хоть немножко себя не оправдывать и это уже будет великом начал будущий храм если был обычный приход да можно подумать кто же будет зачем этот храм нужен а тут сомнений да нет никаких даже если никто не будет приходить на будут приходить есть у нас прихожане если вот место где жить будет останавливаться будут постоянные паломники вот я думаю построимся может больше поедет людей может и останутся у нас в общем время все покажет как я управлюсь не управлюсь таким монастыром герри бачка как вот чудеса происходит прямо вот на его вот бабушка пришла и явилась матерь божья да сказала вот закажи иконочку она вот собирается умирать матерь божья говорит готовься пойдешь домой все понимаете то есть поэтому я возвращаюсь к тому вопросу что здесь дом строит до смысла нету то есть дом у нас там на небесах вот эту жизнь надо ощущать просто жить этой жизнью и все она будет исполняться все будут приходить люди зачастую они тянутся за время она сквозь пальцы а ну да и все все петербургские московские и правильные богородицы и мая преподобные богоносного отца нашего трех на вечер ПЕСНЯ Не, ну а как Вера, ее нельзя познать, она открывается. Надо быть готовым, что она тебя в данный момент найдет, надо все делать для того, чтобы, как вот, интересно сказал, Винни-Пух, да, он говорит, стихи – это не то, что ты находишь, да, а то, что ты, когда в какое-то место приходишь, находишь тебя. Да, я в свое время умел играть на гитаре, нормально, а сейчас просто я уже все, так что-нибудь побрончать. Потом продал гитару, там, у меня был хороший кейс, там, продал гитару и что-то еще, и купил облачение. Так, старая вода, что и выглядеть жалко, но и пить нельзя. ПЕСНЯ Так, песенка моя, двадцать восемь строчек, двадцать восемь я навсегда. Солнце моя, это навсегда, мы с тобою, это навсегда, ты не бойся, это навсегда. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok